здравствуйте сегодня мы в игре reign of guild и мы будем создавать нового персонажа потому что это очень важно чтобы ничего не про как от не профукать несли не лохануться не засохать и ну и еще там как там вот этот я вообще не понял для чего вы пишите в комментариях и нажимать этого типа некромант я на всякий случай нажал от этого парня на всякий пожарный игра вроде русская но все на английском ну и тут можно прибавить убавить цвет глаз а самое главное у пола то нету вот нахрен не этот цвет глаз был бы девочка мальчик кто-то уже спрашивал о формах зеленые глаза как у какой-то наводной муки зрачки еще и величина можно ну я это не то вообще вот можно даже не делать а есть рандом и он может быть маленький и большой и тут уже идут надписи что мелкому звезду кучу это будет недоступно ну и наоборот надо вести имя король ютуба пускай будет называться а не получается у нас такого нифига походу и по-русски еще быть нельзя получилось и нажимаем кнопку войти в мир не обязательно что у вас герой нам зайдет с первого раза бывает случается так что такого не происходит ну вот бах и у нас так произошло у вас будет все темно и я сразу же вас призываю поменять настройки тут разберетесь ярко конечно это будет некрасиво но вначале вам поможет сделайте вам чтоб не было темноты ну музыка прекрасная так что звука оставляем такой как есть и вот надо поднять кнопочка не взяли мешок 6 специальных ячеек 18 ячеек а также экипировка вот на нас одета рубаха какие-то засратые штаны и туфельки слабовато открываем инвентарь обязательно проходим обучение иначе что-то засохатится но это все надо разложить по ячейкам самое главное экипировать торгу вот она торба это очень важно их 2 не за факт и и теперь вот мой сумку сюда можем накладывать всего это очень важно иначе вы можете потерять свой лут ну и тут мне подсветили меч подбираем его перетащите иконку меча в нужный флот на единичку у нас обучение в этот раз уже на русском что-то изменилось у некоторых может быть на английском каждый тип оружия обладает собственным набором ударом обычные атаки наносят урон 8 направлений атак специальная атака расходует энергию но и в голову дополнительный урон получаем для продолжения спуститься к подвал к наставнику и отработать обычные удары вот так вот можно нажать чтоб это нас не нервировало и движемся в подвал тут у нас какие-то игровые сидят играть к сожалению мы пока не будем вот он нужно ставлю и магия начнем с оружия ближнего боя короче надо метили в голову и тут я подписан просто по башке ему да вы все это обычные атаки альтернативные правой кнопкой теперь берем двуручные нам еще и опыта начисляется опять открываем инвентарь короткий стоит ставим двуручный это он не ставится а ну вот на цифру 2 он поставился и опять подходим к нашему этому правил дальние атаки не получилось получилось ближние атаку просто одной кнопкой тут в общем щит прямо ставим на единичку вместе не потеряйте его потому что я первый и достал поняли вы вместе со щитом прямо на единичку жмем единичку блоки и вороты самая сложная закроем инвентарь блок поставила ворот как действует воротам проблемы прямо не получается сделать его представляете какая-то специальная метода нажать вместе с прыжком получилось в общем я отступил назад в прыжке или вот так вот получается вот в чем смысл отворот вправо и прыжок одновременно и вот мы быстро так перемещаемся вот запомните это это у ворот от уйдем вправо видели как он молниеносно переходит ну теперь арбалеты все просто уже заряжать ничего не надо даже любой тупой поймет экипируем наш арбалет а вот этот инвентарь перетащим вправо и сразу вам рекомендуем ну и сумка куда мы все будем накладывать лук попадания в чучело ну тут очень просто ну это конечно бак арбалет я не вижу в руках все забаговано просто стрелы метают без арбалета ну ничего что ты тут базаришь а мы ожидали вообще вот такое увидеть всегда идете и залив землицу кровью песни выри и поете вы не ведали прощения ко врагам своей отчизны летите соколами от рождения до трицны честь дружине князю слава весь летит над всей землей из тем веков пусть грамм грянет и че он где-то он положил мешочки а мешочки раньше лежали на столе у нас а теперь взять админы чтоб народ не тупил уже сразу их положили в инвентарь порошок бальзам ученика ну тут можно прочитать все как сами видите порошок сваренный учеником использую для восстановления здоровья вот так вот неудавшаяся сосулька неудавшееся сердце чтобы вылечиться берем его в руки и внимание чтобы себя вылечить мы нажимаем кнопочку alt у нас появляется вот такой вот знак впереди а чтобы других мы просто вот так вот делали ну ладно тут нам сосульку надо обычный подкаст разогретый подкаст будем себя обычный просто нажимаем на левую клавишу получилось а разогретый правая кнопка и вот когда зеленая посерединке зеленая в общем посерединке все получилось ну в общем у персонажа есть два направления развития физическое и магическое и максимальное значение 60 9 основных характеристик здоровье мана энергия сытость карма а также физическая атака и защита магическая атака нажмите п и внимательно ознакомьтесь с информацией нажали вот она у нас магия сила стрельба получился стрелок какой-то в доску а ред специализация очень важно и тут естественно все поперло по-английски опять айтишники русские пользуйтесь свитком табула раса где у меня этот свиток то вот он как им воспользоваться вот нажали на него и ред специализация это прям обязательно нужно изучить мы все снимем вот теперь пять очков и чё же нам добавить то я почему-то добавлю вот это вот выносливость не добавляется а вот здесь надо добавлять потому что вот так вот стрельбу качать проще всего подтвердить поговорить сверман сверманом нажав шесть и получите первое задание для того чтобы посмотреть квестовый журнал нажмите ж и все важное что я вам вывел чтоб ничего не засохатить обучение надо пройти вот это вот мы за этим сюда и шли там откуда мы пришли на втором этаже стоит звук как-то хреново слышно вот оно у нас верно верно тут какой-то фраер полубухой сидит подходим к верному нажимаем е и вот выплата путешественникам обязательно два с половиной денег принять то есть нам на халяву дали бабки выполнить еще обязательно нажать это никак не помешает открывая связи тоже он денег дадут тоже принять но выполнить уже не получится выполнить уже получится в деревне ну и вот открываем журнал заданий и нас надо будет поговорить с флавием за это нам еще дадут пять аж тысяч всего тут у нас талеров за семь с половиной обучение надо было проходить это дальше у нас еще у нас есть торговец кладовщик с ним вообще надо обязательно поговорить потому что вот эту всю канитель ну еще кофту не купить проще купить здесь и по халяве а также посмотреть меч такой же нету смысла тренировочная булава куплю я ее она пригодится арбалет 243 такой же два предмета купите обязательно первых это халява можете одеть на себя сразу буквочка о английская и вот что у нас тут появилось бронька сразу появилась ну и дубину можно сразу поставить какой-нибудь слот пускай она не хай будет чтобы двинуть кому-нибудь по жбану вот теперь все абсолютно и можно валить отсюда а выход у нас вот он где это сто пудово возле торговца рядом вот мы переходим в наш игровой мир как там зарабатывать деньги видео будет в конце игра не каждый раз бывает загружается сейчас мы посмотрим как это произойдет ну компьютер при этом не перенагружается сегодня уже было обновление а это пока бета тест который вроде как будет длиться до 17 июля и любой может начать играть бесплатно происходит все это не одну минуту я аж начинаю материться я думаю что моему компьютеру хана но это не так вот как видите соединение с сервером потеряно но ничего страшного еще раз входим в мир обычно мы входим со второго или с третьего раза так что вы уж админы как-то сделайте оптимизируйте что-то а то что это как-то хреновый четвертый тест тоже получается вот мы и в деревне но персонаж так и не идет пока стоит на месте пошел кнопочка л нажала и мы как бы идем от третьего лица и тут все просто нам поговорить надо с флавием кнопочка е открывая связи выполнил и вот наши пять денег ну и тут квесты собираем в принципе все непыльная работенка я советую выполнить вам их это будет очень легко видите вот где я навожу на вот этот квадратик это и есть квесты не пыльная работенка надо просто подойти и поговорить с гертом ну и к этому тоже надо подойти а сомнительный начальник это предметы приволочь это позже можно вот так вот отключить и вот как видите бежим чтобы не втуплять прямо вот вот этому маркеру который нам показывает куда нас приведет персонаж но это чтобы сразу было понятно как мне вообще играть бежим бежим ну и вот он стоит этот хрен да точно он ну и опять все принимаем а говорили что не привязаны к квестам а вот уже выполнили сразу и опять модный журнал не пыльная работенка поболтать опять надо а поздняя доставка но выключим ее это будет чуть позже и вы поняли механики игры чтобы сильно не втуплять никого не искать потому что не у всех получается играть все таки он здесь вот этот что ли а вот так вот вы сколько бы ходить 3 дня а не пыльная работенка выполнить и он нам за это дает лепешку но все мы можем тут есть еще спрашивают как жарить мясо как готовить да никак есть вот такой вот чувак трактировки и не только здесь подходим трактировщик и и просто продаем ему мясо и покупаем жарит может жарить тут и можно ну так вот проще например вот поставили сюда ну то есть это будет мясо не надо это пожаренное можно вот продать можно вот тут же купить тушеную алимину самую дорогую возвращает нам эти предметы в стату как есть очень просто нажимаем клавишу тап и нажимаем на хлеб все мы съели также нажимаем левой кнопкой на оленину опять мы съели вот так мы видим все очень просто также есть у нас кладовщик куда мы можем сложить это что нам например не нужно удивлен что у меня здесь какие-то шкуры это как они могли оказаться вообще не понятно на я же здесь не был никогда кура волка кура зайца прошлого персонажа получается осталось я думаю сегодня мы будем расставаться если вам что-то надо я напишу еще подробные гайды и самый такой лук это вот здесь место где рудокопы выкапывают руду вам проще пройти с кем-то подбирать дрова и доски вкладывать их сколько войдет в сумку а потом доски и дрова можно распилить вот у этого фраера просто доски переносим ну бревна точнее нажимаем ему платим денежку подтвердить у нас получается в общем уже распиленные доски и распиленные доски дорого берется оружейник это магия у нас вот она у нас оружейник а из руды ловильщик делает металл который мы сбиваем кузнецу он дороже всех берет так как цены отличаются ну с этим надо будет поговорить вам обязательно с Альбертом смотрим кто где вот видите шкура это впереди будет шкурник храм а где же плавильщик здесь плавильщик вот видите на стаканчик где льется металл так вот мы найдем плавильщика вот вот у него дом стоит и он тоже плавит вот этот вам выплавит металл а будет соответственно оружейнику или латнику если вам понравилось ставьте лайк и я продолжу дальше снимать как тут и что играть пока что не все так просто рейн офф гилд игра еще раз напоминаю рейн офф 5 и в в и и и и